Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Вновь говорим о тех событиях, которые происходят сейчас, которые происходили и, возможно, будут происходить. Естественно, остается у нас главная тема новой коронавирусной инфекции. Ее, конечно же, сейчас очень трудно обойти, эту тему. Тем не менее, на нее можно смотреть с разных сторон. И никто не отменял нашу с вами жизнь. Мы прекрасно понимаем, что была жизнь до коронавируса и обязательно будет жизнь после коронавируса. Просто нужно сейчас потерпеть, переждать. Но не просто переждать, а делать это совместно, для того, чтобы это ожидание было, скажем так, удобным и полезным для всех нас. Надеюсь, в этом нам будут помогать все. Не только наши родные и близкие, но и те органы власти, которые, собственно говоря, и существуют для того, чтобы нам помогать. И вот сегодня у нас здесь в студии Павел Софин, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, который сейчас, как мы говорили перед нашей встречей, как все депутаты, сейчас немножко волонтеры. Это так? Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, да, это так. Начал волонтерскую деятельность, включился сразу, как только началась та проблема, которая называется COVID-19. И она затронула наш городской округ, причем затронула очень хорошо. И понимая всю ответственность, как член общества, как житель городского округа, как депутат, я тут же включился в ту работу, которая нужна для того, чтобы минимизировать те проблемы, которые COVID-19 привез с собой. А скажите, ведь по большому счету депутат всегда немножко волонтер, потому что это же деятельность такая, если бы даже до вирусные времена, депутат, который избирается и который прекрасно, если будет три запроса или 33 или 333, он все равно по идее должен их выполнить. То есть, в общем-то, в депутатской работе вот это волонтерство изначально заложено, правда? Да, оно изначально заложено, и мы, депутаты, очень хорошо знаем свои округа, знаем те проблемы, которые есть, знаем людей, которые живут в нашем округе. И поэтому те проблемы, которые выявил еще COVID-19, они, конечно, нашу работу намного увеличили именно в решении проблем, в помощи. И те аспекты жизни, которые поменялись в это время, они, конечно, увеличили ту работу, которую мы ведем с населением. Давайте начнем с первого. То есть, как только стало понятно, что мы переходим на особый режим жизни, как начал работать депутатский корпус? Я так понимаю, заседания прекратились, вы все ушли как бы на удаленку, да? Да, мы ушли, у нас проходят в дистанционном режиме советы депутатов, у нас в дистанционном режиме проходят приемы населения. Ну, в основном, как вот с населением, мы работаем по телефону, потому что наши телефоны везде есть, в соцсетях. То есть, всегда можно обратиться по телефону? Позиция звонков, конечно, увеличилась намного, потому что люди обращаются по любым вопросам, которые мы можем решить. И, ну, как бы вопросы от продуктовых наборов до там... Бытовых. Бытовых, да, которые человек не может решить, сидя дома. Ну, мы сейчас к этому вернемся. Давайте все-таки сначала о депутатском корпусе. То есть, вы фактически, вот, с того времени никаких заседаний не проводилось, я имею в виду очно, а все проводилось на удаленке. Ну, у нас вчера проходили, да? То есть, все работает. Все работает. Депутатский корпус здоров. Слава богу, да, заболевших нет, хотя у нас есть депутаты, которые сейчас непосредственно борются с КВИ. Скажите, пожалуйста, ну, вот давайте сначала медицинский аспект рассмотрим, потому что... Рассмотрим, потому что он и до появления вируса, да, был одной из таких проблем депутатской деятельности. Насколько сейчас мы все-таки смогли выйти с точки зрения вот медицинского, да, фактора? Есть обращение граждан, что помимо вот ковидной истории, да, люди же болеют другими болезнями. Есть какие-то к вам жалобы на работу медиков? Или все как-то более-менее стабилизировалось сейчас? Жалобу на медиков и жалобы медиков на ситуацию. В самом начале, когда только ситуация начинала проявлять все свои негативные тенденции, у нас, да, были не жалобы, а просьбы жителей помочь в плане получения медикаментов. Потому что боялись, например, выйти из дома, подойти до поликлиники и получить тот набор бесплатных лекарств, которые им положены по инвалидности, там еще по каким-то моментам. Мы этот момент совместно с администрацией, с медучреждениями решили довольно-таки быстро. И этот процесс наладили. То есть люди звонят в свои прикрепленные, куда не прикрепленные медучреждения, им делается набор тех необходимых лекарств, и волонтеры им привозят на дом. То есть этот момент был решен очень быстро. Огромное спасибо нашим областным депутатам и депутатам, которые, муниципальным нашим, которые в первый момент помогли нашим поликлиникам, больницам в оснащении масками, перчатками, защитой. Это, конечно, огромный труд, который был проделан очень быстро и очень оперативно, который на первом этапе решил те проблемы, которые могли возникнуть в нашем городском округе. То есть сейчас вопрос защиты медиков закрыт? Ну, по моей информации, да, если есть какая-то там дополнительная информация, которую я не знаю. Но по моей информации, да, многие вопросы решены и решаются в плановом режиме. Самое главное, я так понял, что мы перешли в плановый режим уже. Ну да, привыкли, распознали, теперь знаем механизм. Если где-то что-то заканчивается, то понятно, что есть возможность это заказать, найти. То есть есть пути поиска проблем и решения. И вот мы с депутатом по моему городскому округу, с непомощью Сергеем, очень хорошо тоже наладили именно помощь нашим пенсионерам, инвалидам, которые попали в сложную ситуацию. То есть мы там, например, покупаем определенные наборы, да, тоже медицинские, то есть от масок, перчаток, которые привозим людям, которые просят нас, и там вплоть до аппаратов, которые замеряют сахар крови. То есть вот такие бытовые вопросы тоже стараемся решать, потому что понимаем, что многие просто боятся даже выйти из дома, чтобы решить ту или иную проблему. Ну мы еще вернемся к людям, которые обращаются к депутатам, а вот сами медики, и я имею в виду глобально, да, все медицинские организации, скорая помощь, они каким-то образом обращаются к советам депутатов? Есть у них какие-то вопросы? Или они решают это подведомственно как-то? У нас медики находятся и в совете депутатов, и эти вопросы решаются оперативно. Ну они поднимают их на уровне всех депутатов? Да, ну те вопросы, которые поднимаются, решаются довольно-таки оперативно. И работа скорой нормально, то есть все поставлено с точки зрения борьбы с вирусом на сегодняшний день, более-менее, как вы говорите, планово? По моей информации, да. А какие есть проблемы помимо коронавирусной инфекции? Я сейчас объясню свой вопрос. Понятно, что жизнь в какой-то степени, как ни крути, все равно все-таки приостановилась. Это и малый бизнес, это магазины, и в конце концов люди не знают, если у него течет там кран, например, у меня течет кран, но слава богу, я сам могу справиться с этой проблемой. А человек там, который, ну, пожилого возраста, да, он не знает, звонить куда-то, не звонить, или он не может дозвониться, потому что кто-то не работает. Как быть вот в этой ситуации, которая не связана напрямую с инфекцией? Есть такие запросы, просьбы у населения? Наши управляющие компании работают в полном объеме. Все меры предосторожности, которые требуются по постановлению губернатора, выполняются. И все так же работает. И у меня недавно тоже прорвало трубу дома, я позвонил в свою управляющую компанию в течение часа, у меня проблема была решена. То есть люди пришли. На собственном примере проверили. Люди пришли, все в масках, все как... Все вопросы были решены довольно-таки быстро. Еще такой вопрос. Понятно, что когда пришла беда, вот в наш общий дом, я веду практически всю планету, она приходила так постепенно. Мы что-то где-то подсматривали, подглядывали, вроде бы готовились к этой ситуации и понимали, что это будет. Но тем не менее, когда все начиналось, я помню объявленные нерабочие дни, сначала как-то даже народ расслабился. Мы это прекрасно понимаем, что когда тебе говорят, что на работу не ходи, сиди дома, одно дело, кто на удаленке работает, и может быть, даже и прибавилась работа в связи с этим. Другое дело, у кого другой, так сказать, механизм работы. Потом наступил период такого довольно жесткого нетерпения, когда люди начали не выдерживать. Плюс майские праздники, которые как бы подсказывают бросай все, иди делай шашлыки, гуляй и так далее. Вот как с точки зрения гуманитарной, что ли, депутату приходится вам с кем-то общаться? Кто-то, ну, вот население чувствуется, что поднимается какой-то уровень вот этого нетерпения нашего сегодняшнего состояния? Ну, это вопрос очень сложный. В продолжение предыдущего вопроса, мы, как Совет депутатов, мы принимаем те меры поддержки в городском округе, которые нужны для предприятий, для малого, среднего бизнеса. То есть у нас эта программа работает именно в том режиме, который, чтобы поддержать людей, которые работают на благо городского округа Люберцы и Московской области. В плане недовольства я прекрасно понимаю, что это очень тяжело. Ну, не то, что недовольство, а люди просто не выдерживают, и они не могут понять, уже солнышко светит, температура хорошая, не болеют, в семье никто не болеет и так далее. И трудно выдержать это все. Я согласен, я говорю, что этот момент, он связан и как психологически, это очень тяжело выдержать. Ну, любому человеку тяжело выдержать в четырех стенах. Плюс еще связано с тем, что люди не понимают, что будет дальше, они не понимают, какой будет следующий шаг. Потому что в такой ситуации мы еще не были. Не были, ну, как бы, сто страны закрывались, например, ну, как бы, одна страна закрылась, все другие работают. То есть и понимают, что ситуация решена, и дальше эта экономика развивается, и все дальше. Сейчас понятно, что весь мир в этой ситуации находится. И понятно, что люди волнуются, и это вызывает определенное беспокойство о будущем. Но я считаю, что те меры, которые сейчас предпринимаются и в государстве, и в Московской области, и в нашем городском округе, они позволяют нам смотреть в будущее. С оптимизмом, как говорят в таких случаях. И я прекрасно понимаю, что нам надо будет работать еще больше, еще усерднее, для того, чтобы после того, когда пандемия наша закончится, мы как можно быстрее восстановились и развивались теми же темпами, как мы развивались до того, как эта пандемия наступила. А, кстати, вы не в курсе, у вас еще не планируется какая-нибудь очная встреча депутатов в ближайшее время? Нет? Пока все на удаленке, да? Ничего не меняется? Нет. В соответствии со всеми указаниями, которые существуют. Как только ситуация поменяется, я думаю, что у нас жизнь поменяется. Как сейчас мы экстренно принимаем и решаем те вопросы, которые связаны с COVID-19, точно так же будет поэтапно, полномерно уже выходить и работать так, как будет разрешено. А есть уже какой-то поэтапный план выхода? Обсуждался ли он депутатами как-то? Ну, приблизительный хотя бы. Как депутатами мы не обсуждали, потому что у нас есть те проблемы, которые существуют сейчас. То есть в настоящее время? Решать им именно их. Ну, как вот, например, директор спортивной школы, я могу сказать так, что да, у нас уже разрабатывается план совместно со спорткомитетом, совместно с Министерством спорта по полномерному выходу на полноценную стопроцентную работу. Хорошо. Мы еще об этом поговорим. Сейчас сделаем небольшую паузу. Это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов городского круга Люберцы Павел Софин. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов Павел Софин, он же волонтер. И вот в финале первой части мы говорили о, ну, скажем так, методах и планах выхода из этой ситуации. Потому что мы видим, что в некоторых странах существует уже где-то довольно смело пооткрывали многие направления человеческой нашей деятельности, жизнедеятельности. Во многих существуют строгие ограничения и такой очень плавный выход из ситуации. И до конца нет понимания того, вернемся ли мы вообще, сможем ли мы пожать кому-то руку наконец. Вот. Скажите, вот вы сказали, что в спортивном направлении, как директор спортивной школы, вы уже там находите какой-то выход. И вот в связи с этим вопрос. Правильно ли я понимаю, что придется разрабатывать новые методики и схемы работы самых разных организаций, которые связаны с присутствием групп людей? Да, есть спортивная школа. Во-первых, просто школа. Потом спортивная школа, техникумы, институты, университеты. И в конце рестораны, бары. Вот что-то идет обсуждение, и как полтора метра сохранять эту дистанцию, если, например, играть в футбол дети будут? Вот непонятно мне, например. В чем основная проблема, как я вижу, это мое мнение, основная проблема именно COVID-19, это в том, что он ведет себя атипично. То есть он ведет себя не так, как другие инфекции. То есть если мы читаем наших инфекционистов, то есть определенный закон о распространении инфекции и как она должна, эпидемия, заканчиваться. То есть там есть и процентовки, есть научные статьи по расшифровыванию, как эпидемия должна себя вести. То здесь невозможно определить. То есть она ведет себя не так, как другие. И те рекомендации, которые сейчас выходят, они выходят постоянно. То есть это не то, что вот догма и все, вот значит, вот так будет, вот мы сейчас дойдем до вот этих вот процентов, вот мы вот ее остановим, и на этом все, закончился этот процесс. Живем обратно. Да, живем обратно. То есть это инфекция, которая сейчас появилась, она нас поменяет. Насколько она нас поменяет, могут сказать только те люди, те специалисты, которые сейчас его изучают, которые разрабатывают те рекомендации, по которым мы уже сейчас живем. И то, что будет дальше, это уже они нам скажут, как нам правильно себя вести в той ситуации, в которой мы окажемся. Но из того, что сейчас есть, мы понимаем то, что рукопожатие, то, что обработка санитарная тех поверхностей, с которыми мы работаем, я думаю, что это надолго, а может быть и навсегда. Ну, собственно говоря, санитарная обработка, она в школах-то и до того проводилась? Ну, в таком, может быть, объеме? Ну, есть, нет. Есть так называемые санпины. По санпинам мы работаем. То есть мы их выполняем. Но сейчас они уже, вот уже сейчас они поменялись. То есть мы уже сейчас по-другому ведем, даже еще пока не приступили в полном объеме к работе, но мы уже сейчас поменяли полностью по тем рекомендациям, которые у нас уже есть, ту обработку, которая у нас есть в школе. Хорошо. Ну, а когда вы планируете возобновить работу? И как это будет? Я так понимаю, что сейчас ребята занимаются каждую себя дома. Ну, кто как может. У кого есть штанга, у кого есть там гири, кто просто делает какие-то упражнения. Ну, это же для спортсмена очень важно. И потом можно выходить на улицу, нельзя выходить на улицу. Ну, кто-то, может быть, живет в Москве, там немножко режим такой, ну, похожий, но может быть. То есть я к чем просто веду? Вы поддерживаете контроль с детьми? Мы абсолютно поддерживаем контакт с нашими спортсменами, которые у нас тренируются. Мы прекрасно тоже понимаем о том, что у многих сейчас огромная нагрузка, которая идет от общеобразовательных школ. Мы это прекрасно понимаем, потому что это новый формат обучения. Мы понимаем то, что для многих это большая проблема, но наша основная задача – это сохранить наш контингент максимально, насколько это возможно, сохранить их физическую форму. И к концу самоизоляции, чтобы все вернулись в хорошем настроении, здоровы и приступили к полномерному… К сбросу веса. К спортивной подготовке, да. Скажите, а ведь будет новый набор? И как он будет осуществляться? Или пока непонятно? У нас сейчас немножко меняется структура, пока вот сейчас идет эта пандемия, структура набора, структура, ну, как зачисления и оформления детей на спортивную подготовку. Я думаю, что мы к сентябрю месяцу, когда будет набор, мы полностью уже все сформируем. То есть пока вы планируете все-таки в сентябре набор? Как он будет проходить, неясно, но планируете. Да, да, да. Но мы в августе уже на всех соцсетях полностью разместим всю информацию, и жители городского округа будут полностью проинформированы, когда, куда и как нужно будет приходить. А сколько вы планируете набрать детей? Количественный какой-то показатель? Или пока непонятно? Пока непонятно, потому что мы не знаем все-таки, что мы получим в конце этой пандемии, и на сентябрь месяц мы еще не можем спрогнозировать. Но я думаю, что набор будет как всегда, то есть без каких-то сильных изменений, потому что... Ну, сколько это примерно? Две-три группы, я думаю, что мы наберем. Ну, именно по общей численности, вот так вот, по всем отделениям. Понятно, хорошо. Возвращаемся к депутатской вашей деятельности. Понятно, что, знаете, как общение с депутатом на удаленке для человека, опять же, пожилого возраста, это очень сложный вопрос, когда, может, и компьютера нет, да? Телефон – это, конечно, очень хорошо, но, как говорят в таких случаях, ничто не заменяет личного общения. Вот в свете того, что вы говорите в будущем, общение с депутатом один на один, оно как-то будет регламентировано все равно? Даже вот если исчезнет какая-то публичность, но, тем не менее, человек должен прийти, чем-то рассказать, а не каждый может это сделать с помощью интернета? Ничего не поменяется, мы также в полном доступе, что по телефону, что по интернету, что... У вас все мессенджеры есть, все как положено. Да, да. То есть мы абсолютно открыты и готовы работать с населением в полном объеме, насколько это возможно. А депутаты все хорошо владеют техникой? А сейчас... Научили всех. Даже при устройстве в любом на работу, в анкете прописывается именно умение работать с компьютером и с технологией. Ну, я имею в виду, я о чем говорю, что вы проводите заседания, они проводятся в режиме видеоконференции или просто конференции, созвона какого-то, или как это происходит? Как нас информируют, нам скидывают информацию, по которой будет проходить заседание. Так, и как заседание проходит? Назначается время, так же, как это, только мы собираемся не в администрации, а собираемся в конференции через интернет и общаемся в полном объеме, потому что вся информация есть, вся она перед глазами, мы можем полностью... А голосовать как? По вопросам? Это даже еще более продвинуто, потому что, так как это идет запись всех, мы на камеру поднимаем руку точно так же. То есть вы голосуете? Да, да. Так что это фиксируется теперь еще и... И вот в свете этого такой интересный вопрос, на мой взгляд, сейчас его поднимают многие, уже и банки какие-то, другие структуры, организации, большие компании задумались над тем, что у них слишком много офисов и что слишком много людей, которые ходят в офис, которые вполне могут выполнять работу на удалении, как это раньше называлось, и на удаленке, как мы сейчас просто на речи говорим. К чему я веду? Так, может быть, депутатскому корпусу и нужно остаться теперь на удаленке? Ну, не приходить, может быть, на заседание? Или все-таки личный контакт тоже никто не отменял? Ну, сейчас данная... Поменять метод. Данная пандемия просто ускорила процессы. Данные процессы, если мы почитаем стратегию развития нашей страны, так как мы перешли в цифровое общество года три назад, то если почитаем эту стратегию, то мы поэтапно переходим на новые цифровые технологии. Сейчас это все ускорилось, и в бизнесе это ускорилось, и в управлении это ускорилось. Насколько это целесообразно, это покажет время. Но живого общения, как мы скажем, тет-а-тет, никто не отменял, и все равно через конференции, которые на расстоянии, многие вопросы все равно... Ну, то есть какой-то симбиоз будет, да? Симбиоз цифровой и симбиоз человеческого общения. Но этот процесс никуда не остановить, и это будет идти и ускоряться. Я думаю, что просто сейчас это немножко ускорилось, а дальше это будет все больше и больше внедряться. Чем больше будут улучшаться технологии, тем мы будем меняться, и наше общество будет меняться. От этого никуда не уйти. Хорошо. Из многих наказов, которые у вас были до пандемии и, может быть, во время приходили, вот что-то сейчас, к сожалению, затормозилось, и вы вынуждены оказаться от выполнения этого? Или так более-менее все под контролем, все действует? Мы стараемся работать в плановом режиме. Где аспекты работы, которые остановились из-за пандемии, я думаю, что мы к ним вернемся, как только все закончится. Ну, это какое-то коллегиальное решение, или каждый депутат для себя принимает решение? Ну, а как можно решить тот вопрос, который сейчас просто физически невозможно решить? Самому взять лопату, пойти и копать что-то, вот я о чем говорю. Есть же всякие варианты. Ну, не надо нарушать те постановления, которые есть. Хорошо. Вернемся еще к жизнедеятельности городского круга Люберца. Все-таки на сегодняшний день стоит на каком-то будущем заседании, ближайшем заседании, да, уже какие-то мероприятия по обсуждению дальнейшего нашего будущего. Потому что уже, наверное, столкнулись с какими-то проблемами. Ну, например, с той же цифровизацией, да, что как быть с теми людьми, у которых нет ни компьютера, ни телефона, ничего, да. Почему? Потому что мы же чувствуем с вами, что телефон традиционный, стационарный, он тоже так потихонечку уходит в историю. Как будет, если он совсем исчезнет? Как быть с этими людьми? Возможно, понадобится их снабдить какими-то устройствами, да, с помощью которых они смогут, ну, подключаться к этой истории. К чему я просто веду? Существует ли, в ближайшее время будет ли заседание на тему, как мы будем жить дальше после коронавирусной истории? Или пока все действительно только в настоящем? Стратегия есть у депутатов? Сейчас мы живем в настоящем. Мы сейчас решаем те вопросы, которые нужны и необходимы для жизни и деятельности городского округа Люберца. Мы решаем именно их и стараемся хорошо, качественно прорабатывать каждый вопрос. Потому что это и помощь нашим предприятиям, предпринимателям, и это помощь нашим жителям. И эти вопросы мы пытаемся решать именно сейчас и качественно. Как только мы начнем выходить из этой ситуации и те проблемы, и вопросы, которые станут актуальны, а после выхода мы будем, конечно, уже сейчас мы прорабатываем, между депутатами общаемся по этому вопросу и будем принимать те решения, которые будут необходимы. Потому что у людей же опять возникает вопрос, что мы уже столько находимся в какой-то такой системе, а можно ли там чуть-чуть попустить, где-то там работать разрешили, да, в каких-то... Тем более, что тут еще от региона очень много зависит. Это тот момент, когда регион принимает решение, да, принимает Московскую область решение, а в Московской области городской округ Люберца принимает решение, исходя из тех цифр, которые есть по пандемии. Правильно? Правильно. Из-за этого каждый из этих вопросов требует очень хорошей проработки и качественного принятия решения, чтобы это не оказалось в пустоту. То есть мы можем констатировать в нашем сегодняшнем разговоре, что депутатский корпус никуда не исчез, он работает, как и работает, он в полном объеме, даже больше, и голосует, руки поднимают, то есть все это видно, теперь никуда не спрячешься, да, не исчезнешь. Вот, и помимо всего многие депутаты, в том числе и наш гость, депутат совета депутатов Павел Софин, работают волонтерами, помогают нашим жителям справиться в это сложное время с теми проблемами, которые возникают. Кстати, есть проблемы такие традиционные, наверное, и эти проблемы вам даже проще и приятнее решать, чем проблемы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Напомню, что это была программа «Открытый диалог». Не болейте, и давайте дождемся того времени, когда мы пригласим, в том числе и Павла Софина, для того, чтобы обсуждать, ну, например, проблемы озеленения и спортивной жизни. Всего доброго, счастливо!